Уже не первый год в Институте фундаментальной медицины и биологии проходит ярмарка вакансий, где каждый студент сможет выбрать направление по специальности, а больницы смогут набрать новые кадры. Проблема занятости молодежи довольно актуальна в наше время. Найти работы по специальности бывает трудно, поскольку работодатели нацелены на подбор высококвалифицированных кадров. Для помощи в поиске работы в Казанском федеральном университете прошел маркет медицинских вакансий, созданный для студентов, которые уже готовы сделать первый шаг на пути к работе своей мечты. Организатором мероприятия выступил Центр по организации временной занятости обучающихся Департамента по молодежной политике совместно с Институтом фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Ежегодно мы проводим различные карьерные события и мероприятия на территории Казанского федерального университета для наших студентов. И данный профильный маркет вакансий, он не является как бы новинкой для нашего университета. Мы уже проводили маркет медицинских вакансий в прошлом году, IT-маркет вакансий, маркет педагогических вакансий и так далее и тому подобное. И, соответственно, мы уделяем внимание тем профилям и тем профессиям, которые сейчас востребованы на рынке труда, и в них нуждается сейчас рынок труда. На ярмарке вакансий собрались представители медицинских учреждений со всей республики. Для учащихся медицинских, фармакологических, химических и биологических направлений подготовки была организована специализированная стендовая выставка организаций, образовательная программа от экспертов и специалистов и многое другое. Стендовая выставка работодателей была организована на нескольких точках, где заинтересованные студенты, выпускники и ординаторы могли познакомиться с особенностями работы в программе стажировок и набора молодых специалистов, вакантными должностями в организациях на данный момент. Мы предполагаем, что сегодняшний мероприятие пройдет эффективно. Что для нас важно, во-первых, формат, конечно, непривычный для нас, он достаточно прогрессивный, современный. Есть возможность в свободной такой атмосфере ТЭТ-АТЭТ практически переговорить любому желающему, будь это еще студент, даже пока еще не определившийся. Мы видим большое количество молодых людей, которые еще, я так считаю, даже экватор не прошли, но это очень хорошо, что они здесь есть. Будущее медицины, по словам специалистов, нуждается в новых кадрах. Именно поэтому сегодня работодатель предъявляет высокие требования к подбору специалистов, только начинающих свой путь. Прежде всего, это умение адаптироваться к разным ситуациям, меняющимся условиям и сохранение самообладания в экстренных ситуациях. Сами учащиеся отметили, что это уникальная возможность, ведь участие в таких мероприятиях помогает найти интересные стажировки или просто получить дополнительные знания о том, как выглядит процесс трудоустройства в медицинской отрасли. Я планирую проходить практику в седьмой городской больнице города Казани уже вот летом, этим летом. Есть ряд больниц, которые довольно выгодные предложения предлагают. Например, в одной больнице прозвучало такое, что половину ординатуры они оплачивают, а половина оплачивает сам ординатор. То есть это, как сказать, более выгодное предложение. А также немаловажно при выборе больницы, но, наверное, близость к месту жительства и все-таки достойные условия работы и хорошая заработная плата. Во время мероприятия студенты и выпускники не только узнали актуальную информацию непосредственно от работодателей по вакансиям, стажировкам и местам практик, но и получили возможность пройти экспресс-собеседование, оставить свое резюме, принять участие в десятке мастер-классов и лекций по подготовке к собеседованию, составлению резюме и другим интересным темам. Медицина является актуальным направлением в наше время. Именно поэтому подбор высококвалифицированных специалистов – одна из важнейших задач для сотрудников здравоохранительных органов. Демиан Кондаков, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости.